всем привет ребят с вами снова рэн сегодня у нас тематика видоса это бэйблэйд бёрст и давно уже не было этой игры сегодня у нас qr-коды да ребят пока позалипайте на крутящуюся саламандру что ж ребят как и какая сегодня дичь нам предстоит те кто только что скачали игру под названием бэйблэйд бёрст у них у них им нужны стартовые волчки какие-нибудь арены или лаунчеры но не такие как и есть в игре потому что это говно полное но возможно у кого-то есть и волчки и лаунчеры и стадионы в реальной жизни кто-то отсканирует а у меня допустим этого нету и сканировать я это не могу поэтому сегодня у нас ребята подборка кодов для кит-старта вейблэйд бёрст и погнали а перед началом видеоролика хочу посоветовать канал мистер тун на его канале вы найдете различные игры такие как sook night for night spider-man и также конкурсы на пиар и другие призы так что ребят заходите кто ищет контент по играм а у нас видео так что ссори первое у нас ребята это epic rivals bay stadium ребят это такое это арена такая на которую можно довольно хорошо пропускать своих волчков да ребят она довольно красивая поэтому я играл на epic rivals очень красивая арена поэтому можете сканировать и поиграть а дальше мы идем дальше ребята у нас это blue bay stadium это ребят нет не так конечно эпично и красиво как epic rivals но тоже ребят вот отличный qr-код прямо сейчас ставьте на паузу и сканируйте со своего телефона и ну ребят следующий дальше ребят у нас любит аватар атак тоже довольно таки классный стадион да сканируйте сканируйте даю 200 даю пять секунд раз два три четыре пять кто успел за пять секунд отсканировать аватар атак бейстадион тот ставит ребята лайк ладно мы идем дальше у нас волчок и фритер волчков у нас будет аж шесть это китстарт и фритера тоже можете сканировать это волчок такой ну что же он но не такой сильный как будут последующие а последующие у нас это гаруда это ребята у нас пятое место по жесткости это в этом видео волчок ну такой 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 ну что ж ну сканируем сканируем раз два три четыре пять ребят как же я мог обойтись без фаффнира это первый самый волчок который у меня было довольно хорош в бою ребят 2 волчок это саламандра он мне кстати в последующие времена нравился очень очень хорошо ну очень сильно нравился лучок саламандра но ребят сейчас именно фаффнир он тоже довольно таки хорош можете прямо сейчас сканируйте сканируйте legend спрайзен подошли к тройке лидеров в этом спрайзен это ребята что-то с чем-то как обычно спрайзен только выглядит по-другому но ребята конечно же у него и урон другой защита совсем другая характеристики другие короче и что ж вы джинс прайзен наш ну по характеристикам то довольно сильный но в бою я его не пробовал так что извините кербус ребят он довольно таки у меня сильный потому что ребят кербус это не тот волчок который стартовая которые у нас у него ребята рип фаер пак на ребят рип фаер пак там довольно такие сильные детали очень очень мощные такие детали и еще у него какой-то там есть эффект какой эффект я точно не знаю но ребят но ребят говорят сильная штука и рип фаер пак это надо делают волчки довольно таки сильными так что ребят мы приступаем к самому-самому сильным волчку в нашем топе суре что сказал в топе у нас же это пока ну кит старт короче в игре да ну короче это у нас ребята doom сайзер дом сайзер это очень такие очень сильный волчок он на втором месте по силе из моих на втором месте по силе после саламандры поэтому ребят что ж прям сейчас к ним текста себе дом сайзер у меня в очень редкой расцветки сильвер да ребят чисто серебряная блестящая и на кьюар-код если вы сканируете то только вам в подарок прямо дадут в расцветку сильвер для дом сайзера то есть прямо в расцветке будет ну что ж ребят отсканировали идем дальше а чего пускать то не уж неужели со стартовым лаунчером гонять будете вот супер грейп лаунчер нет ребят название никак не связано с грибами прямо сейчас можете прочитать как оно все как это пишется ну а теперь сканируем идем дальше кстати да в этом паке есть лаунчер который посильнее чем супер грейп ну если честно не знаю что сильнее но это как вы предпочитаете есть еще с ворд лаунч лаунчер с ворд лаунчер вот ребят вот так вот выглядит его qr-код и что ж ребят я даю мы вот сканировать 5 секунд раз ну и что ж ребят а теперь когда мы когда я вам отдал кит старт ну раз у нас все таки под роли посвящен на бейблейдом пошлите в игру кстати да ребят вот она эта расцветка сильвер да если кто-то еще не отсканировал можете отсканить смотреть как выглядит волчок в этой расцветке мы ребят пошли я затеял битву с рандомами ребят если я сейчас просру рандомного противника то не удивляйтесь хоть бы моим противником саламандра не было то еще если будет саламандра то это будет полная жесть кстати у рейл раша есть такая же фигня как у слингшока то есть можно выйти на рейл рейл раш там там даже двери дает для этого есть но ведь почему-то почему-то ребят это функция у меня не работала когда я на саламандре пытался показать на бою так сделать как на слингшок я делал супер гриб да супер гриб лаунчер ох ребят он какой-то такой удобно очень чтобы гриб лаунчер это материю блин я только сейчас заметил что это материю я его я его хоть выиграли давай вы это видели только сейчас вы поняли вы поняли какой он фильм может максимально ребят я щас скорее всего протру потому что а материю 75 но ребят про так про таковашина 75 он мне сейчас да ладно еще сто процентов все это его победа вы понимаете сколько силен еще чуть-чуть и у него была бы сокрушительная победа это был самый напряженный раунд смотрите как он ой вот черт знал ведь что он так сделать и нападение так ребят все что ты пришлось это слабая атака 50 знаете что ребят я поступлю тактически и не буду на этом раунде свою атаку кстати если бы это был слингшок я на рейс не слышу он не спасет да меня спас щит побегу блин а ведь аматериус довольно таки жесткий у меня кстати есть аматериус давайте сейчас я посмотрю его характеристики аматериус а3 нарушение плюс плюс байкойны кстати плюс реально байкойны ой атака ловкости взрыв вес он там по вот этим характеристикам он будет посильнее думстайзера однако ребят самое странное у него то что у него нулевая защита и нулевая выносливость то есть атакой то есть атаку он фиг фиг еще вынесет как-то если на него взять какого нибудь атакующего то его зафигарит однако против него можно стоит брать так очень что то что на него два очка нужно атакующий и защищающий потому что у него как вот фига очень большая атака и защита нулевая кстати посмотрим на наш ребят покупки куплен куплен в ультроек в 2 и диджитал аватар атак да ребят аватар атак кстати я сканировал а не покупал поэтому ребят это очень важно только что же что сейчас произошло справедливо не трогать не хотел трогать что ж ребят давайте еще одну каточку сыграем что ж ребят играем еще каточку за нашу за наш любимую саламанду rail rush колоссал rail rush кстати прикольный но разработчики что забыли что ли добавить функцию этого типа выхода на rail rush типа как на слингшоке можно выйти на слингшок то есть типа вот по по вот этой вот длинной фигне проехаться на проехаться а вот на rail rush такая функция такой функции почему-то нет хотя по идее она должна быть там даже есть это вот это самая битва типа за то кто кто туда выйдет ну давайте на эпик револс сыграем ой вот рэн охотник на кракенов давайте по сути битву с кракеном это одышка против после аматериуса так на кракена атаку надо брать сейчас будет столкновение черт уже что-то не слингшок тут нельзя выйти тут нельзя на черт если бы не его щит если я бы выиграл я выиграл если бы не его щит если бы не его говно я возьму атаку я возьму точнее защиту давайте попробуем за за защиту его обыграть какого-то фига я ни разу не попал тут у нас ребята есть атака моя оп давай черт 50 ладно ребят это не 25 вот на материю сомнения нельзя было бить 50 он избежал что угодно ох хе-хе-хе тут такой позор я щас кракену просу вот так попробуй ты чё нажал же вроде на все один-один это было бы обидно если бы я щас продул кракену в двух раундах хе-хе нужно быть максимально лохом чтобы что в двух раундах за саламандрой играя саламандру вы знаете что за жесть на на кстати удачно запустил на этот раз на этот раз хоть сколько-то раз попу блин я жду пока запустятся основные способности на избежал смотри что я проатакую сейчас фух я уже думал на сто процентов сейчас проатакую это будет обиднее всего нет нифига ты так меня не выиграешь блин хе-хе-хе-хе я чуть я чуть опять не проиграл потому что у него был щит у него было его говно да да ребят я понял что все время нужно брать защиту с да долл 3 тла учишь и фиг где найдешь Ты издеваешься? 75 это мой просерыш. Да, я просрал. Блин, последний раунд. Самый решающий. Кто выиграет, я или он? Ну что ж, Кракен, либо я, либо ты. Да, блин. Попадай же ты уже. Я хоть один раз попал. Давай. Грузися так. Я знал, что такая подлость произойдет до того, как у меня будет... Блин, тут... Дальнейшие столкновения нужно избегать. Да, че-то... Сейчас на 100% проатакует. Вы видите, какой у него урон? Ай! Это боль. Это боль, пацаны. Я ухожу с Ютуба. Ютуб мне нафиг не нужен. Ну, ну его к чертям. Пусть все слышат о том, что я ухожу. О, ребят. Теперь я попытаюсь что-то сделать. И... 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 Пусть все это увидят Да Я даже бит написал На случай, если захочу идти Если Короче, когда прозвучит этот бит Официально на моем канале Никогда больше не будет видео Все, ребята, пока Субтитры сделал DimaTorzok